Ну и как говорится, все великие дела начинаются, да, Вань, с понедельника. И вот сегодня как раз первый рабочий день, когда столичным водителям нужно оплачивать стоянку уже по новым расценкам. Об изменении тарифов мы рассказывали, в центре города москвичам объявили заранее. Также за несколько дней установили новые знаки в парковочной зоне. И наш корреспондент Анна Беркова, она сегодня поехала с самого утра в центр столицы узнавать, как же москвичи будут оплачивать парковку уже по новым тарифам. И она выходит с нами на прямую связь. Ань, мы тебя приветствуем, но много москвичей уже приехали на работу. Как они смогли сориентироваться с новыми тарифами? Да, доброе утро, коллеги. Но пока что, пока что не так много автомобилистов сюда подъезжает. Но, наверное, просто еще не то время, слишком рано, чуть попозже, картина будет более ясной. И, собственно, мы находимся на Цветном бульваре. Это одна из самых оживленных улиц нашего города. Именно поэтому она вошла в список тех улиц, где действует повышенный тариф. Это 380 рублей в час. Собственно, вот они, эти таблички. Кому-то они уже знакомы. Кто-то уже успел к ним, возможно, привыкнуть за эти два дня. Ну, а кто-то сегодня, скорее всего, впервые обратит на них внимание, поскольку это действительно первый рабочий день, когда действуют обновленные тарифы. Ну, вот чтобы разобраться, помочь разобраться автомобилистам в том, что именно изменилось и где, на парковках дежурят инспекторы АМПП. Они разъясняют новые правила, даже раздают брошюры, где это все подробно расписано. Ну, и, кроме того, вся информация есть на сайте администратора московского парковочного пространства. Ну, давайте быстренько пробежимся по тем районам, где изменились тарифы. Итак, это прежде всего район Арбат, Басманный, Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники, Екиманка и Москва-Сити. Вот номера таких зон, они начинаются с цифр 03. Окрашены на них такой очень яркий, заметный зеленый цвет. Здесь же есть вот такая временная наклейка, на которой указано, с какого числа был, собственно, введен этот тариф с 15-го. Ну, вот, по расчетам экспертов, после введения новых цен может освободиться до 15-20% парковочных мест. Мы же пообщались с водителями, вот, в минувшую субботу, когда, собственно, эти правила вступили в силу, узнали у них, как они восприняли это нововведение и насколько им было легко и удобно разобраться в этом во всем. Я в центре нечасто бываю, один раз в неделю детеныша привожу в музыкальную школу. А если теперь 380, парковаться будете или нет? Конечно, буду. Образование ребенка требует расходов. 380 рублей в час – это дорого. Многие, с которыми ездят, они все время говорят, что мы бы отказались. Лучше на такси или, ну, каршеринг еще. Я стою, наверное, не по правилам, как вы видите, да, все-таки. Вот. С одной стороны, наверное, это правильно все-таки. Москва – это мегаполис, вот. Но, с другой стороны, мне кажется, наверное, дороговато. Вот есть сейчас приложение, которое показывает движение транспорта по Москве. В принципе, очень удобная штука, то есть я летом с удовольствием пользуюсь, причем постоянно. Ну, вот улиц с максимальным тарифом всего 237. Причем этот тариф, он действует каждый день с 8 утра до 9 вечера. Это полная цена. Собственно, все это указано на табличке. Ночью дешевле – 200 рублей. Но вот оплатить стоянку можно, в общем-то, как и раньше, через паркоматы или со смартфона. Штраф, собственно, тоже остался прежним. Это 2500 рублей. Ну, вот, кроме того, автомобилистам больше нет возможности стоять на городской парковке по 15 минут без оплаты. Теперь на это отводят всего 5 минут. И правила это действуют на территории всего города, и не только там, где зона с повышенным, с максимальным тарифом. Но вот отменили еще, кроме того, бесплатную парковку по воскресеньям. Но, если, например, воскресенье совпадает с государственным праздником, то можно, как и прежде, оставлять свою машину бесплатно. Это же касается и грядущих новогодних каникул. Коллеги, ну, у меня пока все. Вам слово. Дань, спасибо тебе большое. Наша коллега Анна Оберкова. Она сейчас работает в центре Москвы. Там, где действуют новые тарифы на парковку.